Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. Сегодня поговорим о моих мастхевах. Вы меня просили рассказать о продуктах, которыми я пользуюсь регулярно и без которых я не представляю свой уход и макияж. Первое, без чего не обходится практически ни один мой вечерний ритуал, это мицеллярная вода. Мне кажется, в каждом видео о пустых баночках, о покупках, об уходе за кожей, я говорю об этой мицеллярной воде. Это действительно моя палочка-выручалочка и я все-таки решусь назвать это своим основным уходом за кожей. И в общем-то выполняет функции не только очищения, но и тонизирования. Не хочу сейчас детально на ней останавливаться, потому что у меня есть отдельное видео обзор на эту мицеллярную воду. Обязательно оставлю вам внизу под этим видео. Следующий мой прям мастхев, мастхев это сухой шампунь. В последнее время покупаю батист, мне нравится и цена, и эффект. Я лично себя очень некомфортно чувствую, когда у меня даже слегка пожирнели корни волос. И вот недавно думала о том, боже мой, как бы он меня спас, если бы появился от в мои школьные годы. Когда вот этот вот переходной возраст, все время грязная голова. Вот если бы на то время у меня была эта штука, я бы определенно себя чувствовала уверенней. Пользуюсь даже если я утром помол на голову, мне вечером нужно куда-то идти. Прям очень выручает. Где он был просто раньше, я не знаю. Еще один лично мой такой задвиг по поводу ухода, это средство для области вокруг глаз. С возрастом я начала замечать, что вот эта вот кожа мне становится очень тонкой. Она все просвечивает, каждый сосудик. И такое чувство, что прям проваливается внутрь. Я решила, что буду любыми средствами пытаться восстановить ее и не дать ей прям совсем выдавать мой возраст. Иногда доходит прям до абсурда, когда я в выходные дни сплю дольше, там до 11-12 часов. Я просыпаюсь из-за того, что чувствую, что кожа вокруг глаз у меня пересохла, она тянет. Вот. И как бы я быстренько бегу умываться и сразу же наносить какой-нибудь крем или сыворотку себе под глаза. Вот настолько я переживаю за эту область. Поэтому у меня есть несколько средств. Так уж сложилось, что все они с Алиэкспресс. Первая вот эти вот масочки, патчи, которые вы, наверное, сто раз уже видели. Они нетканные, пропитаны таким гелем увлажняющим специальным. Обожаю их перед сном наносить. И сейчас я тестирую два вот таких вот средства. Это обе сыворотки. Одна состоит из дневной сыворотки и ночного крема. Такое средство два в одном. Вторая это чистая сыворотка на основе жемчуга. У нее, видите, внутри как будто вот кругляшки, бисеринки. В общем, я сейчас их тестирую. Пока говорить об эффекте рановато. Но обязательно сделаю о них отдельное видео. Давайте уже переходить к декоративке. То без чего я не представляю свой ежедневный макияж. Это карандаш для бровей. У меня он с Алиэкспресс, Fairy Girl. Вот этот вот розовенький их. В пепельном таком сером оттенке холодном. Он мне очень подходит и по стойкости, и по его свойствам растушевки. И, что немаловажно, по цвету. Поэтому уже как месяца два, наверное, пользуюсь только этим карандашом. Из продуктов для губ хотелось бы выделить вот такой вот блеск от фирмы Smashbox, который называется Oh Gloss. Это тинтовый такой увлажняющий блеск. Он с экстрактами ягоды Годжи. Стоит он недешево. Это все-таки американский бренд. И мне вообще его подарила мама. Редко его на самом деле показываю в видео. Но пользуюсь постоянно, потому что лежит он у меня в сумочке всегда. И если я не знаю, чем мне накрасить губы, или я сделала акцент на глазах, вот этот блеск всегда меня выручает. Он прозрачный. И со временем начинает проявляться такая розовинка у него. Несмотря на то, что это блеск, у него такая более гелевая консистенция. И такое чувство, что он со временем подсыхает на губах. И при этом губы между собой не слипаются. Это очень важно. Еще один аналог. Это вот такой вот тинк с Алиэкспресс. Он на основе Алоэ Вера. Он в тюбике зелененький. И когда наносите на губы, начинает отправляться в розовый оттенок. Очень увлажняющий. Похож больше на бальзам, чем какое-то декоративное средство для губ. Для съемки видео я предпочитаю что-нибудь поинтереснее. В частности, матовые блески. Это тоже пробирка с Алиэкспресс. Сейчас он у меня на губах. И в основном часто, видите в моих видео, губы с вот этим оттенком у меня. Он очень приятно наносится. Не пересушивает губы. Цвет очень универсальный. Как видите, мне кажется, импонирует с моими цветочками. Продукт очень стойкий. И даже не с первого раза смывается мицеллярной водой. Часто меня спрашивают, что это за оттенок. Это номер 26. Не знаю, вам сейчас видно или нет. Обязательно вам оставлю ссылку внизу на эти блески. Они стоят сейчас по доллару, по-моему, что-то такое. Но классные продукты. Просто не устаю о них говорить. Еще один продукт, который часто мелькает у меня в видео. Это вот такие вот кремовые тени от Maybelline. Новая их линейка Creamy Mattes. У меня в оттенке номер 91. Это такой бежевый, пыльный, розовый. Вот если я его открою, вы поймете, насколько я его люблю. Там протерлось уже отверстие. Вот такое вот. Мой must-have определенное. Использую его каждый день в макияже. Очень нейтральный оттенок. Он вообще не скатывается и с легкостью может заменить любую базу под тени. Оставляет абсолютно матовый финиш. По поводу парфюмов. У меня сейчас любимый аромат это от Versace. Bright Crystal называется он. Такой очень весенний, летний аромат. С цветочными нотками. Девчачий, легенький. Прям вот почему-то я представляю девушку всю в белом и в розовом. Такой летящей одежде. У нее развиваются волосы на летнем ветру. И у нее в руках букет из разных весенних цветов. Там пионы какие-то, ромашки. Пару ландышей. Ну, в общем, что-то такое. В прошлом году у меня была помешанность на гель-лаках. Пока они меня не испортили в край ногти. И я сейчас вернусь с классическим лаком. Френч я делаю сама. И скажу вам честно, я ни разу не была у мастера маникюра. Вот, ни разу, серьезно. Я всегда делаю ногти сама. Ну, еще может быть один или два раза сестра мне делала. В общем, французский маникюр на ногтях это мой мастхэв. Еще одни продукты, которые всегда проживают у меня в сумочке и на рабочем столе, это всякие санитайзеры. Так как я работаю с людьми, а иногда не очень здоровыми, потому что сфера моя уходит в область медицины. В общем, у меня всегда есть в сумочке бактерицидный лосьон для рук на основе спирта какого-нибудь. Могут быть мокрые салфетки. Стараюсь брать бактерицидные. Еще на работе у меня стоит антибактериальная пенка. Полный комплект, короче. На этом все. Надеюсь, это видео было вам интересным или полезным. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх, внизу под этим видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok